В понедельник прошло заседание правительства Ульяновской области под руководством губернатора Сергея Морозова. Первой темой совещания стала дальнейшая судьба регионального кабинета министра, которая полноценно функционирует начнется 1 января будущего года. Правительство пополнилось новичками и выстраивается на принцип профессиональной пригодности. Как отметил губернатор, такая политика продолжится и далее. У нас будет небольшой по численности аппарат, который будет максимально высокопрофессионально работать. Поэтому мы продолжим даже не только вот эти 20%, но и на следующий год серьезную оптимизацию. Я об этом проговорил Силуану, он поддержал, даже попросил меня, так сказать, по окончании этой работы подготовить большую обзорную справку для того, чтобы мог сам увидеть, что происходит, и одновременно, так сказать, поставить в качестве примера то, что у нас будет происходить. Поэтому считаю, что мы правильной дорогой идем, тем более, что еще федеральные правительства в этом вопросе серьезно поддерживают. Касаться новой политикой профессионализма будет всего аппарата в целом. Переформатирование ждет агентство стратегических инициатив и Совет по инвестиционной привлекательности региона. Задача, поставленная главой области, ясна. В рейтинге инвест привлекательности регионов область значится на 11 месте, а должна войти в пятерку лидеров. Мы сейчас все зависим от экономической ситуации. Экономическая ситуация зависит от того, как относятся люди к производственным показателям. Поэтому, еще раз говорю, у всех осталось времени крайне мало. Значит, до 12 месяцев, до завершения года осталось буквально полтора месяца. Я предупреждаю персонально. И несмотря на то, что это будут многие новые члены правительства, я очень жестко спрошу и с новых членов правительства, и тем более, так сказать, с первых заместителей губернатора за финансовые и экономические показатели по отраслям. А вот на ком точно не стоит экономить, так это на люди. Глава области обратил внимание, что на некоторых предприятиях условия работы, мягко говоря, далеки от комфорта. В частности, на Азии. Это не единственное предприятие, где, так сказать, куда приезжаешь, люди чуть не в зимней одежде, так сказать, у станков стоят там или на производственных площадках. А где вы все? Где профсоюзы? Что это за отношение такое к трудовому коллективу? Отсюда и показатели. В ситуацию активнее должны вмешиваться профсоюзы, исполнительные органы власти. Напрямую касается всех жителей области состояния дорожного хозяйства региона. Сергей Морозов отметил, что оно также находится в неудовлетворительном состоянии. Сегодня дороги находятся в ужасном состоянии. Огромное количество ям. Огромное количество ям. Зима еще не началась. Еще асфальт не остыл. А уже, так сказать, все по вас повылетало. Кто будет их вовремя устранять? Колодцев немеренное количество, так сказать, просевших. Кто будет их поднимать сейчас? Продолжать? Кто будет работать? Разделительные полосы, так сказать, которые, видно, так сказать, после растаяния вот этого небольшого снега, который выпал, сегодня находятся там либо закрытой коркой вот этого грязи и небольшого наледенения, либо просто грязи и пыли. Кто будет серединную часть убирать? Где пылесосы? Непонятно. У вас ни одного почти нет стерлись неожиданно пешеходные переходы. В соответствии с трехлетним бюджетом продляется программа развития транспортной системы Ульяновской области. Кроме того, увеличивается объем субсидированных пассажирских перевозок всех видов. Пассажирский транспорт автомобильный увеличивается на 32% финансирования и составит 132 миллиона рублей. Пригородные железнодорожные перевозки увеличивается финансирование на 17%, составит 54 миллиона рублей. Особое внимание будет уделено воздушным перевозкам. Глава области недоволен ситуацией, сложившейся вокруг проводящихся ремонтных работ в Братаевском аэропорту имени Крамзина. От вопросов транспортных перешли к более глобальной теме развития гражданского общества и формирования национальной политики. Что касается подпрограммы содействия и развития институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой деятельности в Ульяновской области. Объем финансирования обеспечения мероприятий подпрограммы на 17-й год составляет 9,5 миллионов рублей, что на 300 тысяч больше по сравнению с 2016 годом. Увеличение средств предусмотрено на проведение гражданского форума, согласовано с общественной палатой, с прокуратурой и со всеми заинтересованными лицами. Тон беседы был задан, и следующим пунктом повестки дня стало обсуждение культуры. В числе приоритетов на следующий год – реконструкция объектов культурного наследия. Приоритет на 17-й год – это разработка проектно-сметной документации на те объекты, которые на ближайшие годы будут приоритетами. Это библиотека для детей и юношества Аксаковская, это ДК ОАЗ в создании Центра Патриот, Ульяновская областная филармония и филиал Ульяновского областного краеведческого музея, музей-заповедник, усадьба Дениса Давыдова в Радищевском районе. Последним о программе развития физической культуры и спорта в регионе докладывал руководитель профильного ведомства Сергей Кузьмин. Раздел массовый спорт – 94,7 миллиона, раздел развития спорта высших достижений – 100 миллионов, раздел развития объектов спорта – 96,3 миллиона, и на обеспечение мероприятий под программой на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 615,436,000, в том числе на оплату аренды по концессии «Волга-спорт-арена» – 248 миллионов. Без исключения приятного. Осталось совсем немного времени до одного из самых любимых праздников всей страны – Нового года. Губернатор обратил внимание на подготовку к празднованию и украшению района. В первую очередь нужно заботиться о новогоднем настроении наших самых юных земляков – школьников, детей из социально незащищенных семей и малышей, посещающих детские сады. Ведь ничто не должно испортить самый чудесный день в году. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Ульяновской правды.